Друзья, всем привет! Спасибо, что в очередной раз заглянули на мой канал. Особенно, как всегда, приветствую случайных зрителей. Подписчикам же крепко жму руку. А в этом видео мы с вами разбираемся, что такое Яндекс.Шеф. Что ж, и сразу после заставки канала погнали! Итак, доставил мне только что курьер первый наборчик Яндекс.Шефа. Решил я попробовать, что это такое. Яндекс.Шеф. Премиум на двух персон. Три ужина, восемь блюд, два, три, четыре. Такая вот коробочка. Курьер меня спросил, есть ли у меня пустые коробки. Их у меня нет, потому что я заказываю первый раз. Ну что ж, давайте разбираться, распаковывать, смотреть, что у нас находится внутри. На коробке идут достаточно подробные инструкции. Сразу же нужно положить пакеты в холодильник, там им будет комфортнее. Не прислоняйте пакеты к задней стенке холодильника, она заметно холоднее, продукты могут обморозиться. Блюдо лучше готовить по порядку, учитывая даты приготовления на упаковке. Меню составлено с учетом сохранности продуктов, это важно. Сырые мясо, рыбу и овощи помойте, когда достанете из пакета, а фаршу дайте полежать пару минут. Из-за вакуумной упаковки может быть специфический запах. Следуйте рекомендациям по особым условиям хранения, указанным на упаковке продуктов. Компания гарантирует качество и сохранность продуктов только в случае соблюдения этих правил. Так, смотрим, что у нас здесь внутри есть. Так, подвигаем коробочку. Первый вот такой огромный термопакет Яндекс Шеф, замечательно. Второй у нас идет ужин четвертый, премиальный. Приготовить до 06.09.2019 свинина, соус и карри, черным рисом и стручковой фасолью. Четвертый. Ужин второй. Премиальный. Приготовить до 04.09.2019 индейка со шпинатом, картофелем и сыром. Так, ужин третий, премиальный, до 05.09.2019 гречневая лапша с говядиной и трюфельными унаги. Все здорово, они контролируют срок годности и, соответственно, все продукты рекомендуют приготовить строго приложенными инструкциями. Есть очень подробные, с картинками, вот такие рекомендации по приготовлению. Даже положили еще и перчатки. Ну что ж, пока мы все убираем в холодильник. И по мере приготовления первого, второго, третьего блюда я, соответственно, буду доснимать результат. Не переключайтесь, будет интересно. Итак, у нас день первый, ужин номер один. Мы готовим, точнее уже приготовили, картошка с сыром, индейка со шпинатом и помидорами. Все выглядит очень аппетитно. Так, следующий ужин у нас на картинке выглядел вот так. У нас он получился вот таким. Ну, по-моему, очень даже аппетитно. Так, это у нас написано четвертый ужин, но по счету у нас он, по-моему, третий. Это у нас свинина в соусе карри с черным рисом, стручковой фасолью. Так она выглядит на картинке. Вот так она у нас выглядит в реальности. Во! И вот там черный рис у нас. Вот это да. Все, будем пробовать. Ну что ж, друзья, вот мой эксперимент по тестированию Яндекс.Шефа подошел к концу. Все ужины опробованы. В целом остались самые положительные впечатления. Приготовление удобно. Очень подробно все комментировано с фотографиями. Никаких вопросов не возникает. Все ингредиенты свежие. Вот единственное, наверное, из всех трех ужинов продукт, который вызвал некоторые вопросы, это у нас грибы. Потому что я как бы грибы вообще практически не ем. В любом случае ем не больше одного-двух их вида. Так вот, а здесь у нас в комплекте грибы не совсем такие, какие я привык есть. Вот, и с ними вот до сих пор они у нас стоят в холодильнике. Не уверен, что они будут съедены. В остальном все остальные блюда очень понравились. Все свежее, все вкусное. Что на самом деле нам с вами предлагает Яндекс.Шеф? Это развитие идеи доставки продуктов питания на дом. При всем при этом идею они еще более доработали. То есть вы можете выбрать конкретное меню из нескольких блюд, которые будут последовательно у вас приготовляться в течение нескольких дней. И все ингредиенты там уже будут в нужном количестве подобраны. Остается просто и быстро их приготовить. Мне эта идея нравится. Для современного мира мне кажется это актуально. Все мы спешим, не хотим думать о каких-то мелочах. Поэтому, наверное, людям, считающим себя современными, эта идея понравится. Совершенно не лишним оказывается и скидка на первый заказ, который можно совершить за примерно 1500 рублей. Вот впоследствии заказы будут обходиться примерно 2400 рублей. Примерно так. Но учитывая то, что идея достаточно хорошо проработана, я думаю, у данного проекта будет достаточно много поклонников и пользователей. А я же на этом, наверное, свое видео буду заканчивать. Вас я хочу поблагодарить за просмотр моего видео до конца. Конечно же, если у вас остались любые вопросы, задавайте их в комментариях. Несомненно, если у вас есть что-то добавить к уже увиденному видео, тоже пишите в комментариях, делитесь своими опытами. Какое меню заказывали вы, какие у вас впечатления. Можете смело прикреплять ссылки на свои видео, если вы также производили тестирование. Я думаю, это будет всем очень полезно. Ну а в самом конце мне осталось упомянуть только спонсоров. Моими спонсорами являются международные площадки Алиэкспресс, Тимол и Джорбест. Список лучших товаров по моей версии, как всегда, ищите в описании к видео. Туда же я прикреплю ссылки на подборку классных кухонных комбайнов от Bosch разных модификаций с сайта Тимол. Это очень быстрая доставка, низкая цена и достаточно высокое качество. По крайней мере, тем, кто выбирает кухонный комбайн, рекомендую присмотреться. Все, друзья, всем приятных ужинов, всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok